МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С этим юристом мы уже не раз с вами встречались в этой студии. И так повелось, знаете, что иногда люди свою профессиональную деятельность часто используют в депутатской работе как помощь, может быть, как определенный вектор для того, чтобы заниматься теми или иными вопросами. Там вот те люди, которые связаны, допустим, с волонтерской работой, с помощью военным, у них там больше работы идет, несмотря на то, что как бы депутаты. Ну, назвать какую-то однозначную работу каждого из депутатов вообще в кривом роге, в принципе, я не могу. Поэтому, если вы не против, сегодня мы обсуждаем юридические вопросы, самые распространенные, самые актуальные. Меняется законодательство, меняется уровень жизни у людей, курс доллара меняется, цены на квартиры. То есть я так понимаю, что происходит некая коллизия в этот момент, некие изменения. Вот давайте мы поговорим о самых распространенных темах, с которыми обращаются к вам и как депутату, и как юристу, и как из этих коллапсов выйти. Так. Ну, на разе одной темой, с тем, какие, с питанием якого-то до меня звертаются найчастіше, это визначение места проживания дитины. И это не касается, например, звертаются женщины, только женщины, або только мужчины. Ну, как-то так склалось, и те, и другие звертаются до меня с этого вопроса. Позвольте, чтобы телезрителю мне было ясно и понятно, место проживания ребенка, о чем конкретно идет? Позвольте, визначение места проживания дитины, с кем-то из батьков, это в тот же випадок, когда батьки мешают окремо. Например, шлюб разорван между батьками, и дитина осталась мешкаться с мамой. Часто ли в наше время разрываются браки? Наразі дуже часто, на жаль, люди не бажають, можливо, не можуть знайти спільну мову, тому що сім'я – це великий труд. Це не стосунки по роботі, де ти можеш написати заяву про звільнення і піти. Це кропіткий труд, він кожного дня, навіть кожної хвилини. І повага в сім'ї, ось ті сімейні цінності, вони мають бути. На жаль, я вважаю, що шлюби, звісно, в тому, що в сім'ї розриваються відносини, мають нестовідповідальність обидва. І людина, і дружина. Якщо дозволите, без фамилий, з небольшої статистики хотів би вас, позадаю вам кілька питань, відносительно того, коли розстаються люди офіційно. По вашим наблюдуванням, є яка статистика по времени, скільки люди прожили в місті? Ну, я хочу сказати, ось ті сім'ї, які перейшли бар'єр 5 років і до 18-20 років, ось ці сім'ї дуже такі міцні, я б сказала. Вони менше звертаються з позовом про розірання шлюбу. Після 20 років спільного життя, я не знаю, можливо, люди вже підустали один від одного, можливо, втратили якихось почуття любові, можливо, вже виростали дітей і хочуть змінити щось в своєму житті, і це також спонукає їх до розірвання шлюбу. Вот давайте о розорваних браках ще поговоримо. Діти, як часто є діти в сім'ях, і якого звичайного возрасту діти? Різного? Ну, взагалі, якщо немає дитини в сім'ї, то цей шлюб можливо розірвати в органах раку. Моментально, да? Тобто не треба, ну, там не моментально, ні. Треба там вийти, там місяць їм дається також, на роздуми, але через суд іде також розірвання шлюбу. Хорошо, і третій вопрос. Вот просто для статистики і в телезрітіям, я думаю, буде інтересно. Люди розстаються, коли розрывають браки, в ссорі? Или вони розстаються, як некоторые кажуть, по-європейськи, друзями, партнерами? Потому що це іногда важливо, допустим, для воспитання дітей в дальнішем, для відношення между дітьми. Просто є кардинально разные розорванные браки. Є, коли, після того, як люди розводяться, вони ненавидять друг друга і жена на метр навіть не хоче підпускати дитина до дитину, або наоборот. А є, коли люди просто знаходять, зустрічають інших людей, вместе чуть ли не відпочивають на праздниках, вместе спілкується з дитином. От по вашим наблюдениям, по статистике, як закінчується? Знаєте, законодавчо передбачено, що у разі заявлення клопотання суд має надати термін для примирення. І цей термін, він не може перевищувати 6 місяців. Але якщо таке клопотання заявила, чи позивач, чи відповідач, то це обов'язок суду. І з чим я стикалася в своїй роботі? Ось люди подали на розлучення. Є судді, які досить довго розглядають справи. Спеціально? Так. Ось вони відкладають. А в цей час сторони сидять у коридорі. Вони починають спілкуватися. Вони починають розмовляти. І вже вони, ну як би, відносини вже... Є можливість відповідатися. Так. І бувають випадки, коли вони закривають справи. Ну давайте ми о дітях поговоримо, потому що діти часто страдають конкретно от разорванних отношеньих родителей. Хто і як определяє місто життєрства? Що говорить по поводу цього буква закону? І що говорить реальний случай в житті? Як ви следите? Обичай, ну якось стереотип, наверное, люди привыкають, що дитина має остатися з мамою. Ну, тут я з вами хочу погодитися, так, законодавець стоїть на тому, що дитина має залишатися з матір'ю. І не лише наш законодавець, є декларація прав дитини, які чітко визначені, що лише у крайніх випадках дитина може бути розлучена з матір'ю. Ці крайні випадки закріплені в Сімейному кодексі у статті 162, наприклад. Це коли мама зловживає спиртними напоями, перебуває на обліку, як вживаюча наркотики. Або також там значено дуже така цікава фраза, що не можна передати дитину тому з батьків, який не має самостійного доходу. Тобто це спонукає батьків, все ж таки мати, якщо вона не працювала, якщо вона проконсультується у адвоката, вона має офіційно працевлаштуватися. Так, звісно, заробіток чоловіка і жінки наразі, він суттєво відрізняється. На жаль, так у нас. І житлові умови також. Чоловік може мати будинок або квартиру, жінка може взагалі нічого не мати, тому що це майно, наприклад, до шлюбу було придбано. Але це не дає законодавцю суду змоги відривати дитину від матері, якщо у мами не такі житлові умови, як у батька. Або для того існує така стаття, як 180 та 182 стягнення аліментів або стягнення додаткових коштів на утримання дитини. Тобто матеріальну сторону тут батько може підтримати, можливо, добровільно підтримати. Але у будь-якому випадку розрив дитини з матір'ю законодавець визначає як більш стресовий для дитини, чим навіть розрив батька з дитиною. Тому що з самого народження дитина якось так склалася, перебуває біля матері. Батько вона заробляє гроші, ходить на рибалку з друзями, а матері... Ну по-разному буває. Може, це все-таки какой-то постсоветський стереотип? Ну, можливо. І я маю віду постсоветський стереотип, що іноді люди так считають большинство, і тому именно так родители себе ведуть. Ми обговорили не раз, знаєте, теми, допустим, того, как отношения в семье. К примеру, часто ви могли встретити ситуацию, коли в семье ребенок інвалід, і він живет з одній мамою. І коли в середіні беседи узнаєш, що папа, коли узнал об цьому, їх бросив. Ну, то есть, общество це не сильно, як би, осуждає. Вот якщо б мама бросила, да, це действительно плохо і непонятно, і тому подобне. А то, що бросаєт мужчина, общество так к этому относиться достаточно снисходительно. Що само собою позволяет мужчине бросати ребенка. У нас вот как-то, знаєте, всегда женщины стремяться в законодательстві украинському і вообще в мировому получить равные права с мужчинами. Ну, в Європі, везде там, може быть, легко руководитель женщина какого-то высшого звена. А у нас вот борются за то, щоб женщина имела равные права в одном, во втором, в третьем вопросі. І вот здесь нужно, наверное, требовать, соответственно, і от мужчин каких-то тоже определенных моментів, чтобы они действительно были равны. Вот Вы говорите законодательство на стороне у женщин. Мне кажется, что, ну, как-то оно должно вот быть каким-то для всех одинаковым. Ну, для законодательств, воно так визначено, что мати и дитина, вона не мать. Ну, у меня, например, были такие справи, когда дитина была передана батьковью. Так, есть такие. Но, Вы знаете, это случаи. Это, ну, я бы сказала, что это не является таким постоянным. Это тогда, когда мы доказывали, что достаточно серьезная доказательная база и шла, что мать не имеет права и не может выховывать эту дитину. А скажите, насколько вот ответственны родители после разрыва брака де-факто и де-юра? Я имею в виду ответственные в плане выплаты элементов, в плане выполнения других всевозможных норм, которые указаны в законодательстве относительно одиноких матерей или отцов, которые, допустим, имеют ребенка, который проживает с бывшей женой. Вот как устроено, часто ли ссоры происходят уже по постфактум, то есть после того, как ситуации там, например, развелись, а через пять лет судятся по какому-то вопросу. Бывает такое? Я хочу сказать, что вот тут, если у нас статья Семейного кодекса обозначения места проживания дитины больше стоит на боце матери, то статья обозначения дитины, она стоит больше на стороне батька. Не сама статья, а факт виконания решения суду щодо достигнення алиментов. То есть, с чем мы сталкиваемся? Ось батько платить алименты, борг там 50 тысяч гривен. То есть, понятно, что это уже тривалий час. Он не занимается вихованием дитини, не цікавится ей. Но мати подает позов до суду про позбавление батьковских прав. Для чего? Я жиночку питаю, для чего вам его позбавляти? Вы знаете, когда я вивожу дитину десь за кордон, я сплачу ему кошти, чтобы он дав дозвіл на вивез дитини. Но когда она подает позов, она долучает документы, характеристики из школы, из дитячего садочка, где была дитина. То есть, тривалий час мы показываем, что батько не цікавился ни с жизнью, ни с здоровьем дитини. Но, вообще, это никакого интереса до дитини не проявляв, кроме того, не утримував ее. Он приходит до суду и, знаете, таким сумным виразом обличчя каже, ось я в том году дав мешок картофель, все, что мог. И суд, я бачу, что судья уже, ну, что мог. Тобто, ось тягар утримания дитини, если батько реально не працюет, ну, не працевлаштованный, то есть не отримует зарплату, а отримует або в конверте, або какие-то подробитки мает, взагалі стягнуть неможливо. Еще одна тема относительно денег и относительно людей, которые проживают в нашей стране. Это тема банковская, я хотел бы с вами ее обсудить. Было одно время такой период, что люди брали кредиты просто на все, и банки их как будто как дарили. Вот это было как раз в 2008 году перед большим таким кризисом. Был какой-то коллапс, когда банк просто раздавал деньги. Потом банки, наоборот, вжались, когда были вопросы, допустим, с изменением курса доллара, когда вообще никто не знал и предугадать ни одни из экспертов не могли, что курс сменится там с 8 на 32, там или 36, какой был максимум, я уже не помню точно. О банковской системе и о судах с банками. Кто на кого в суды подают? Люди на банки, банки на людей. Насколько это актуальна тема сейчас? Ну, вы знаете, на жаль, громадяни на банки подают дуже мало. Почему? Потому что реально они не могут себя защитить в суде. С чем я сталкивалась? Так, мы подавали позов про захист правоспоживача, ввиду этого закону. Чему? Потому что, ну, это, как рассказал мне мой клиент, он увидел, что у него по кредиту была там переплата, певная сумма. Но, когда он начинал больше цикавиться, почему эта переплата снилась. Когда мы подали, то есть, снилась, что действительно была переплата, в каком размере, возможно, было лишь через суд, ухвалою суду про проведение экспертизы, певною. Тобто, чтобы все документы, которые необходимо, эксперт знает, как ему необходимо дать документы для ответа на вопрос. Вы знаете, банк не дали. Жодного документа. Тобто, банк не выполнил ухвалу суду. И саме, и это таки, на разе, это очень, на российском языке, распространенно, да, когда банк не желает надавать те документы, по которым особа может себя защитить. Например, человеку, ну, ей предъявляют позов, про то, что она взяла кредит. Но, согласно законодательству. Простите, оружие преступника находится у самого преступника, и он не хочет никого показывать. И суды, до этого, вы знаете, они их никак не наказывают. А что относительно кредита? Вот как быть в ситуациях, часто это выносится и в новостных, всевозможных сводках, относительно того, когда звонят, угрожают, требуют вернуть деньги и все остальное. Здесь палка в двух концах. Во-первых, законно ли такие действия? И во многих ли случаях люди берут кредит, понимая, что никто его возвращать в принципе не будет. Для того, чтобы просто сейчас взять телевизор, тут же его в ломбарде в первом продать, обналичить деньги, пропить, потратить на свои любые другие нужды. Вообще ситуация сложная, финансовая в стране, поэтому деньги часто людям нужны, а многие работать не сильно хотят. как адвокат стыкалася с этими судами, и у меня вообще вопрос, почему их создали. Если эти суды, они созданы при банках. Ну, то есть, у меня нет нижних сумнений, что там будет вынесено решение на пользу борщника. Действительно, в Украине, наверное, за дыр в законодательстве существует ряд каких-то непонятных вещей, когда, допустим, при аварии страховая компания присылает своего же человека, который оценивает ущерб в количестве денег, который та же компания будет платить. Ну, естественно, логично, понятно, что этот человек заинтересован как можно меньше написать эту сумму. Вот та же история, когда банки работают в этих странных таких субстанциях судов. Много людей сейчас находится вот в таких банковских коллапсах. Ну, вы знаете, я бы сказала, что так, людей много, но мало людей, кто хочет бороться с этими коллапсами. Почему? Потому что, как вы сказали напередуне, с начала этой разговоры про банки, банки раздавали кредиты очень жваво. И подчас выдачи цих кредитов не завжди правильно укладывалися пакеты кредитные. Так, это адвокат. Когда ты працюешь, когда ты вычитываешь, то ты это видишь. И это может привести до того, что даже позови будет в связи с тем, что договор укладен не в тей форме или неправильно. Тобто, договорные отношения зарегистрированы в порушение закону. Тобто, это люди должны обратиться. Можливо, они сами смогут что-то вычитать, но они не могут развлекаться. Не можно ховаться за позов, потому что банки достаточно жестокие. в банках работают профессиональные юристы, банки есть банки для того, что они с деньгами работают ежедневно и знают, как их сохранить. Часто бывали случаи, когда люди в договорах встречали мелким текстом прописаны нюансы договоров, чтобы специально их не увидел тот, кто берет деньги в кредит. Это сейчас бывает такая ситуация? Я вам хочу сказать, даже банки позволяют таким мелким шрифтом, например, 8-9, он не принимается для анализа. Надо перечитывать договор, даже если ты берешь на 2-1000 гривен кредита. Мы ставим точку, осталось единственное, чтобы вы напомнили, где и когда вы ведете депутатский прием, для того, чтобы жители Покровского района могли к вам на него попасть. Депутатский прием я веду каждого четверга месяца за адресой Шрупова, 2, это адреса Покровского районного района, района, а также мне можно зателефоновать за телефоном 096 222 788 87. Можно записаться на прием, возможно, прием провести не обязательно в этот день, а в другой день мы можем с вами встретиться. Ну что ж, все детали вы можете у Рины Севастяновой выяснить, как она может вам помочь в рамках депутатской деятельности и в рамках депутатских полномочий районного депутата. Если вы не успели все записать на нашем официальном сайте, вы всегда можете найти все выпуски моих программ как совещания, так и один на один. На этой секунде говорю большое спасибо за то, что были с нами. Желаю вам хорошего продолжения дня, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова